Рабочее утро Александра Бондарчука началось с тревожного звонка в Киселевичах в Сталштадлер-Гомель-Минск. Под колесами поезда оказался человек. Бригадир дистанции пути тут же бросился на место происшествия. Первое, что попало в поле зрения специалиста – покореженный байк. Сам 18-летний парень чудом оказался цел. Ушиб на голове, небольшая гематома, пальцы немножко поцарапаны. А так в адеквате все разговаривают нормально. Скоро его опростили, сделали кардиограмму и завезли с собой в больницу. За мою, скажем, 10-летний срок здесь неоднократно это происходит. И вот этот, что забор поставили, практически не помогает. Это уже просто, что люди такие. У нас, я же говорю, что даже вот светофор работает, они не обращают внимания. Как оказалось, велосипедист ехал в центр и по дороге слушал музыку в наушниках. Молодой человек не посмотрел на мигающий светофор и пронесся через переезд. Так и встретился с поездом. На удивление, случай не стал фатальным, улыбнулась Фортуна. Машине с поезда применил экстрементное движение для предотвращения наезда на велосипедиста. Пострадавший 18-летний был доставлен в медицинское учреждение, осмотрен работниками и отпущен домой. В настоящее время проводится проверка. Тормозной путь Штадлера больше километра. Поэтому предотвратить наезд на пешехода, который внезапно появился перед составом, практически невозможно. Это происшествие в городе первое с начала года. Но несчастные случаи на железной дороге происходят куда чаще, чем может показаться. Главные причины несчастных случаев на железной дороге – игнорирование правил безопасности, спешка и банальная невнимательность. Только за три месяца этого года под колесами поезда оказалось больше десяти человек. В самом разгаре и дачный сезон. Сотни людей оказываются вблизи ЖД-переездов. Совсем скоро на летние каникулы выйдут и школьники. Родители должны не только учить детей, но и сами подавать правильный пример. Тогда не придется надеяться на чудо. Карина Гуревич, Максим Гленко, Бобруйск, 360.